Говорит и показывает Минск. Добрый вечер, друзья. В эфире программа «Говорит и показывает Минск». Традиционно в роли ведущих сегодня Дмитрий Портон, Олеся Видник. Здравствуйте. За звукорежиссёрским пультом Виталий Малиновский. Здравствуйте. Как мы анонсировали на нашем портале minsknews.by, сегодня у нас в гостях руководитель информационно-туристического центра «Минск» Алексей Русакевич. Алексей Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Приветствуем вас в студии «Радио Минск». Я напомню, что в это время, по пятницам, мы подводим итоги уходящей недели и высказываем свои мнения по событиям этой недели, как в стране, так и в Минске, естественно. Так вот, важнейшая политическая новость прозвучала вчера. После отставки правительства президент произвёл ключевые назначения. Премьер-министром Беларуси назначен Роман Головченко, который до этого руководил Государственным военно-промышленным комитетом. Новые вице-премьеры, ряд министров. Ну, естественно, нам интересна должность нового руководителя Министерства информации. Это наш коллега, бывший руководитель столичного телевидения и первый заместитель в своё время генерального директора Белта Игорь Луцкий. Поздравляем его. Что ж. Ещё одна важная новость. На этой неделе состоялась рабочая встреча президента с председателем Мингрысполкома. И вечером Анатолий Сивак дал информационно насыщенное интервью агентству телевизионных новостей. Он сказал много о развитии Минска, новых архитектурных решениях, музейном квартале, строительстве многофункционального медицинского центра, завершении долгостроя в социальной инфраструктуре, помощи бизнеса и даже о сроках ввода в эксплуатацию новой ветки метро. Но всё здесь, наверное, не перескажешь. Тем более, что полное интервью вы можете посмотреть на портале minsknews.by и на нашем YouTube-канале minsknews. Алексей Юрьевич, принципиально всё, о чём рассказывал председатель Мингрысполкома, так или иначе, касается развития Минска и его туристической привлекательности. Да, конечно. Что вам запомнилось и что ближе вам по роду вашей деятельности? Вам запомнилось практически всё выступление. Конечно, это развитие медицины и образования, и принятые решения в поддержку бизнеса, в перечень которых приходят и туристические предприятия, которые в данный период нуждаются в помощи. И вот первые шаги в этом направлении уже сделаны благодаря этим решениям. Вот, смотрите, вы сказали такие направления, которые вам запомнились. То есть это значит, что можно развивать, например, туризм в сфере здравоохранения? Конечно, медицинский туризм в Беларуси пользуется спросом. То есть за последнюю неделю-две, наверное, мы получили пять или шесть обращений от граждан Великобритании, которые узнают уже на сентябрь-август, как им попасть в медицинские учреждения Минска, чтобы за помощью, то есть где-то к дантистам, где-то к другим специалистам. Ну и в этом интервью председатель Мингрисполкома говорил о том, что все-таки здание Национального исторического музея, новое здание, которое планировалось построить напротив музея Великой Отечественной войны, будет в музейном квартале на Карла Маркса. Карла Маркса не будет пешеходная. Вообще вот эти все изменения, которые планируются, они как-то повлияют на туристическую отрасль Минска? Оно станет более, скажем, привлекательным или нет? Ну это больше, да, для привлекательности. Ну и не только для привлекательности, но и для удобства самих минчан. То есть если говорить о удобстве, если это удобно для минчан, значит это удобно для туристов. Мы говорили много о пешеходных зонах и в наших эфирах, и этот вопрос был поднятый в интервью Анатолия Сивака. Вы что об этом думаете? Развитие именно вот таких зон в центре Минска, таких кварталов? Ну, схватает же зон Минска. Это и верхний город, и это и революционная улица, и комсомольская улица, это и множество экологических троп-веломаршрутов. То есть в Минске есть где погулять, где пройтись, пройтись с детьми. То есть зон таких достаточные. То есть на сегодняшний день, как говорил мэр, то есть... Ну и Анатолий Сивак затронул еще тему строительства гостиниц, вот долгостроев типа Кимпински. Вообще вот вы как руководитель такой туристической отрасли в Минске. Скажите, не считаете, что слишком завышены цены на гостиничные услуги? Ну, по сравнению с соседними государствами, то есть не особо завышены, но есть уже шаги и предложения, чтобы уменьшить стоимость. То есть этот вопрос прорабатывается. Ну и мы обратили внимание, ну, конечно, нельзя было не обратить внимание, и часто рассказывали, что вот портал информационно-туристского центра Минск 11 мая объявил открытый конкурс творческих идей. «Минск, твои яркие ассоциации». 1 июня он закончился, правильно? Да, 1 июня он закончился, сейчас мы начинаем уже подводить итоги. То есть за время конкурса к нам поступило более 50 работ, работы разные, не только минчане откликнулись, но и регионы Беларуси. В основном, конечно, масса — это студенчество, преподаватели, ну и все, кому не безразличен город, его стиль. Ну и тут больше шло, конечно, еще обобщение представления о городе Минске. Не только логотипы, там, слоган мы хотели. Мы хотели увидеть, что думают о Минске. Минчане, гости столицы. Вот, Алексей Ильич, извините, перебью, так давайте начнем сначала. Вот что это за конкурс? А то мы говорим, подали какие-то идеи, какие-то суть конкурса. Для чего вы его вообще инициировали? Инициировали как раз-таки для изучения представления о городе самих минчан и гостей Беларуси и самих белорусов. То есть конкурс проводился с 11 по 1 июня. Собрали мы больше 50 работ. Что это за работы были? Это какие-то концепции или что это? Логотипы, картинки? Да, кстати, несколько работ получили именно концепции. Но в основном это были логотип и слоган. А также люди присылали эссе, два эссе на тему, почему я должен посетить Минск как турист. И что меня удивит в Минске? А вы, может, заглядывали, что на логотипах изображают? Каждый по-разному. У каждого свое представление. А чем, извините, не нравится у вас на Лацкане? Это герб Минска. Это герб. А нужен логотип туристический. Логотип туристический и слоган. Это бренд города, который будет использоваться и в Минске, и за пределами Минска, и на международной. То есть для того, чтобы его узнаваемость среди туристов, то есть как у всех больших крупных туристических городов есть какие-то ассоциации. Тот же Нью-Йорк, та же Барселона, Мадрид. То есть у них есть свои представления, и когда ты видишь логотип, ты всегда вспоминаешь об этом городе. Ну вот у нас есть эксклюзивные вещи, музей Волунов. Если благоустроить, ни у кого такого нет. Ну, возможно, где-то есть, но я не знаю. Там детская железная дорога подает лежащих предложения на конкурс. Еще можно? Еще успеем? Я просто не художник, да, не могу изобразить. Закончился. Алексей Ильич, ну вот смотрите, все-таки интересно. Мы уже начали так детально говорить о туризме, но информационный центр туристический Минск. Какие ваши задачи? Чем вы занимаетесь? Мы много слышим о различных центрах, программах, каких-то компаниях. Вы начнем с чего? Вы представляете Мингородсполком, да? Вы офицер государственного учреждения. Мы учреждение, учреждение информационно-туристский центр Минск. Созданы мы в 2004 году, в 2005, извините, 4 апреля 2005 году с целью информационного сопровождения туристов на территории города Минска. А также о предоставлении на международной арене туристического потенциала города Минска. Ну, и развития в городе как внутреннего и международного туризма. Получается? Получается, к нам заходят туристы и получают всю полноценную информацию. То есть они могут прямо, у вас есть офис, где он находится? Офис находится на революционной 13. Конечно, не самое удобное место для туристов. Иногда у нас есть вопросы поиска. Но сейчас прорабатывается вопрос по поводу того, чтобы разместить наш сектор информационный в ратуши города. Ну вот зашел к вам турист. И, ну, дай бог, что русскоязычно. А если иностранец, что вы ему предоставляете? Тень же карты, маршруты, гостиницы, буклеты. О чем идет речь с вами? О чем он ведет диалог? Ну, у нас специалисты центра владеют не только русским, белорусским, английским, то есть и другими языками. То есть он может прийти, получить карту, может получить полноценную информацию, может получить расписание театров, кинотеатров, галереи. Это бесплатно. Это все бесплатно, да. Есть продукты, сувенирная продукция и определенные буклеты, которые мы есть на платной основе. Но в основном всю эту информацию предоставляем бесплатно. Ну и хотелось бы еще озвучить несколько новостей уходящей недели, которые касаются облика нашей столицы и, возможно, будут интересны будущим туристам. Так, возле ГУМа обновили остановочный павильон. Новая конструкция оснащена электронным табло с расписанием транспорта и другими технологиями. Так называемые умные остановки все чаще внедряются в Минске. Минск новости сообщила, что курорт на озере Нарыч признан лучшими в СНГ для отдыха летом. Интересно, насколько это повлияет на увеличение отдыха вообще в принципе в Беларуси и тех, кто приедет в столицу на экскурсию. На этой неделе сообщили, что финалисты конкурса Social Weekend предлагают возвести на столичной набережной амфитеатр в форме волны, обустроить там беседки с книгами, высадить композиции из папоротника. Безбарьерная среда в Минске продолжает развиваться. Устанавливаются пандусы, тактильная плитка, специальные подъемники. И очень интересный проект, кофейня, инклюзивный бариста. О ней писали на нашем портале Minsk News By. На элементах инженерных сетей Минского водоканала появляются новые граффити в Минске. С 25 мая к выполнению работ приступил студенческий отряд Минского государственного архитектурно-строительного колледжа. Интересно, как вообще все эти инновации влияют и на туристическую привлекательность Минска, Алексей Юрьевич. И мне бы хотелось у вас спросить, когда, наконец, будет в Минске, у информационно-туристского центра Минска, такой портал, куда можно зайти и скачать аудиогид о Минске, какие-то очень интересные, там, может быть, туры, мистический Минск, возможно, заказать экскурсовода на разном языке. Планируется ли это? И что вы считаете нужно пиарить, да, говоря о Минске? И как? Ну, сейчас мы ведем, конечно, работу по обновлению нашего портала. Наш сайт и портал считаются официальным туристическим порталом города Минска. То есть мы сейчас обновляем его. Базы данных нами уже созданы. Всех гостиниц, всех туристических возможностей города. Не только гостиниц, там, кафе, ресторанов, но и там развлекательных центров, активного отдыха. Какое доменное имя? Это что за? Minskturizm.bind. На этом сайте мы разместим. В принципе, сайт сейчас рабочий, там есть. Большая часть уже информации присутствует. Хотелось бы обновить сайта. Мы хотим, чтобы сайт был не только для иностранных туристов полезен, но и полезен минчанам. Потому что мы столкнулись в общении с гидами. И в своей практике я сталкивался, когда приезжают гости к нашим жителям, города и попадают на экскурсию по Минску. После этого именно минчане подходят к экскурсоводу и говорят, извините, но мы столько не знали о Минске, сколько мы провели за последние три часа, узнали. То есть вот это все идет работа. Ну вот Олеся спросила по поводу оцифровки, так сказать, экскурсионной деятельности в целом. Мы прорабатываем возможности. Скорее всего, до конца года что-то уже, какой-то продукт из этого появится. Не только там, но может, возможно, появится какое-то приложение, которое Минск туристически, в котором тоже это будет все собрано. И скачивая приложение, вы уже будете с привязкой какой-то геолокации, чтобы мы могли, проходя по Минску, отмечать для себя интересные здания, узнавать их историю, историю этого места, этого здания. То есть и дополненная реальность где-то будет? Где-то, да, возможно. Во многих городах мира прям идешь по карте, там типа Яндекс.Карты или МапСМИ, и там, проходя ту или иную точку, автоматически включается аудиогид и рассказывает о том месте, где проходишь. Нам бы такого. Ну такое, но мы чуть-чуть в другом думаем. Какие-то пешеходные маршруты сделать. Пешеходные, да. Именно пешеходные, которые там, тот же Минск, Мистический, те же экскурсии по экотропам, чтобы аудиогид, потому что многие знают, что есть экотропы в Минске, то, что они себе представляют, о чем они рассказывают и хочут до нее. Вот вы знаете, мы так подошли деликатно к такому моменту, что вот вы сейчас сказали, многие знают, но что представляют и где находятся и так далее. Мы все сталкивались с тем, что приезжают какие-то друзья, просят организовать какую-то экскурсию, а мы толком не знаем, куда повезти, куда обратиться. Ну, знаем там мирские замки и, так сказать, дудутки. Это понятно, но есть еще много чего интересного. Вот что, на ваш взгляд, вот действительно нужно пиарить дополнительно, что продвигать, что у нас в Минске такое интересное, оригинальное, которое должным образом не освещается и не знакомо людям, особенно приезжающим. Ой, в Минске достаточно много маршрутов. Минск, если туристически смотреть, Минск многолекий. Тут отдых на любой вкус и цвет для любого туриста. Это и гастрономический туризм, это, я бы повторяю, и экологический, и медицинский туризм. Промышленный. Промышленный турист, да, по предприятиям Минска, то есть 13 предприятий города. Слушайте, но я захотел посмотреть БелАЗ, промышленный туризм. Куда мне идти? Вы можете обратиться к нам. Вот, то есть все... Ехать на МТЗ, допустим. Вот у них можно трактор, правда, собрать? Везде можно, всем желающим нужно обращаться к вам, и вы посоветуете или организуете, да? Ну, скорее всего, мы не организуем, мы посоветуем туристические предприятия, которые с этим занимаются. Но если это готовая группа, мы, возможно, напрямую обратимся на тот же МТЗ, либо на Слодочко, Коммунарку, да, то есть... Ясно. Алексей Юрьевич, вот привлекательность городов кроется, согласитесь, еще и в отношении вот к приезжим туристам. Вот такой некой вещи, которая не подпадает под классические туристические схемы, это, не знаю, как тебя встретили, как проводили, как обслужили в ресторане, как, не знаю, как убрали номер в гостинице. И здесь, ну, не всегда все хорошо в Минске. Наш портал Minsk News писал о том, что некоторые жалуются, что в Минске невозможно найти вкусные драники, много замороженных, то, что не всегда качественно обслуживают. И вот на этой неделе Минск Новости сообщила, что транспортная инспекция бьет тревогу. За пять месяцев на таксистах Минской области поступило 200 жалоб. Это хамство, обман, отказы выдавать чеки и даже, ну, неисправность машин, ну, которые предлагают поездки. Вот как вам видится эта ситуация? Можно ли ее исправить? И считаете ли вы вообще, что это проблема? Ну, от иностранных туристов в последнее время таких жалоб уже не поступало. То есть их все устраивает. И сервис, гостиницы, и кафе, и ресторанов. Кто к нам обращается. Они валютой платят, может, поэтому. Ну, не обязательно. Все равно рассчитываются в белорусских рублях. Возможно, другими службами пользуются. Да. Возможно, да. Официальных такси и так далее. То есть таких случаев минимально, как с нами практически никто не обращался. Я же, понимаете, к чему клоню. То есть вот к ним обращались люди с жалобами. А к вам в информационно-туристический центр поступают жалобы или нет? Ну, в основном, да, поступают жалобы, но это нет иностранных туристов. То есть сейчас мы звонят по поводу ситуации с отменой туров. Люди, конечно, мы пытаемся помочь. Наш юрисконсульт на разрыв. Поэтому как-то пытаемся варьировать ситуацию для того, чтобы и туристические фирмы не обанкротились, остались, и люди не потеряли свои деньги. То есть... Вот мы писали о промышленном, мы сейчас говорили о промышленном туризме, такое интересное направление. А еще одна интересная вещь. В Минске много снимали, и сейчас снимают телевизионных сериалов. Вот газета «Вечерний Минск» написала о том, что 40 лет назад у нас снимали известный, один из первых советских восьмисерийных сериалов по повести Ивана Шамакина «Атланты и кариатиды». Вот есть ли экскурсии, связанные с киносъемочным процессом, с «Беларусьфильмом», что-то такое предлагается оригинальное? Да, на «Беларусьфильме» проводится экскурсия продолжительностью полтора часа, можно за час посмотреть по павильонам, по съемочным площадкам. Но опять же, во время той же экскурсии по Минску, когда мы проезжаем ГУМ, многие экскурсоводы рассказывают, что здесь снимался фильм «Стиляги». Проезжаем еще какие-то места, здесь снималась Каменская. И многие россияне, которые бывают на экскурсии, любят, смотрели эти фильмы, они эти места узнают. То есть акцент делается на это. Алексей Юрьевич, а новенькие какие-то будут экскурсии? Может, там в спортивных новых объектах? Делаем мы сейчас вот со стадионом «Динамо» про разрабатывание. Расскрывайте все информационные тайны нам. Какие новые маршруты? Разрабатываем экскурсию по стадиону «Динамо». То есть уже составлено не только совместно со стадионом, но и с обществом наших экскурсоводов и гидов-переводчиков. Совместная работа. Составлена технологическая карта по стадиону «Динамо». И мы посмотрели их потенциал музейный. То есть готовы оказать «Динамо» методическую помощь по созданию музея. Какие-то еще новые объекты, которые могут превратиться в музеи? Знаете, как в Праге какой-то музей есть детских кукол или игрушек «Лего», и туда идут люди. Музей, где можно фотографироваться, краны башенные, где у нас... У нас же хватает людских музеев, и виртуальной реальности, и «Квантум», и музей мини тот же в Дворце профсоюзов, где Беларусь представлена в миниатюре. То есть если из новых, то как бы еще есть возможность прорабатывать вопрос с русским драматическим театром, чтобы организовать экскурсию на их площади. За кулисы можно сходить, да? Ну, есть же у нас экскурсия по за кулисам цирка. Минск театральный, который приглашает нас в Большой театр оперы и балета, куда можно зайти и за кулисы, и посмотреть процесс репетиции. Друзья, напомню, в эфире программа «Говорит и показывает Минск» в роли ведущих Дмитрий Портон, Олеся Винник, за звукорежиссерским пультом Виталий Малиновский. И я напомню, что у нас в гостях руководитель информационно-туристического центра «Минск» Алексей Русакевич. Традиционно в это время мы подводим итоги уходящей недели. Ну и вот я продолжил бы тему туризма в близком мне направлении, близкой мне теме. Это экологический туризм. И как раз есть в уходящей неделе несколько новостей касательно экологии города. Наш Минск, во-первых, попал в топ-3 самых велосипедных городов СНГ, согласно рейтингу портала Тутстад. И в Минске стали появляться обозначенные парковки для шеринговых велосипедов. И еще 10 велогаражей появятся на городских плоскостных стоянках в июне. Вот в продолжении экологических новостей Виталия тоже сообщили, что в столице рассматривается комплекс мероприятий по сохранению зеленых насаждений, которые произрастают вдоль проезжей части дорог, и при этом будет учитываться очень зарубежный опыт. Это очень важно. Две новые экотропы, о которых вы говорили, открываются в столице в нынешнем году. Речь идет о зеленой зоне в районе Минского зоопарка. И также какая-то экотропа будет в районе дома номер 24 на улице Асаналиева. Вообще столица может похвастаться редкими видами флоры и фауны. Удивительная новость. Я вот не знал, прочел, что в Минске насчитывается 35 мест обитания краснокнижных животных. Это в столице, в городе. И произрастание дикорастущих растений. Алексей Ильич, все это хорошо, но вот мне кажется, что мы неким образом недооцениваем экологический туризм. Может, неправильно его пиарим, подаем, неправильным образом раскручиваем на общеевропейском рынке. Один журналист, я помню, прекрасно сказал, что замков типа Мирского много по всей Европе. А вот Беловежской пущей, реликтового леса или еще каких-то вещей нет нигде. Вот как вы смотрите на это? Ну да, тут больше... У нас хватает места. Экотропа по Минску 11, еще две создаются. Что такое экотропа, уж извините? Это что значит? Что там просто все зелено и красиво? Определенное место, где не только можно посмотреть за живой природой, обитателями, но и как бы увеличить свои знания, узнать что-то новое о обитателях этой флоры и фауны. В Лошадском парке, допустим, есть? Там есть такой буклет. Город птиц. Да, птиц можно послушать. Да-да-да. Там не только послушать, там есть информационные стенды, это можно посмотреть. Увидеть их и как они... Может, где-то не хватает какой-то бинокль. Сергей Алексеевич, действительно, вот что недоделано, на ваш взгляд, с точки зрения привлечения к такой вот особенности нашего Минска? В большей степени пиар. То есть изучать нетронутую природу, экологические маршруты лучше. Ну, можно начинать уже с Минска. То есть какие-то кусочки флоры и фауны нетронутой в Беларуси уже есть в Минске. А вам дают возможность пиариться на международных площадках? Да, мы будем эту тему затрагивать в дальнейшем, конечно. Конечно. То есть на международных выставках, презентациях мы будем экологические тропы обязательно включать в программу выступления и как один из элементов туристического потенциала города Минска. И вообще, если проходит какая-то международная выставка, то от города Минска едет информационный туристический центр? Не всегда ездят и гостиницы, ездят и туристические предприятия. То есть не только Минск, не только центр. Ну и тогда, озвучив продолжение экологической тематики благоустройства и строительства столицы, несколько новостей уходящей недели. В Минске реализуется государственная городская инвестпрограмма, в соответствии с которой ведутся работы на 33 объектах здравоохранения и образовательной сферы. Об этом как раз-таки журналистам сообщал Анатолий Сивак сразу по итогам разговора с президентом. Минск новости сообщила, что с начала года в Минске выполнен текущий ремонт 351 дворовой территории. И возведение детских садов в Брелевичах и в районе станции метро Михалова планируют завершить к концу текущего года. Ну вот, Алексей Юрьевич, мы традиционно наших гостей еще и спрашиваем мнение как обычных минчан. Вы живете в Минске. Скажите, насколько вы считаете правильным распределение именно такое в городском бюджете, что в первую очередь на строительство социальной инфраструктуры, а уже по надобности, по мере надобности на остальные? Или вы считаете, что нужно в вашей сфере уделить внимание воссозданию архитектурного облика столицы, возможно, каких-то исторических зданий или еще туристических каких-то чекпоинтов таких? Мое мнение в первую очередь, как я уже говорил, Минск должен быть удобным для минчан. То есть на это нужно выделять внимание и бюджетные средства. Дальше уже все пойдет развиваться, когда город будет удобен для нас, он будет удобен для всех, и для туристов, и не туристов. Скажите, ну скоро лето. Мы надеемся, что... Скоро лето, я сказал, потому что еще холодно. Фактически оно лето, да? Но пандемия, надеюсь, пройдет, да? Насколько, на ваш взгляд, Минск готов к встрече гостей? Насколько все отработано? Не забыли ли наши туристические фирмы о том, что вообще нужно работать с туризмом активно? Мы ждем этого, когда все закончится, и когда к нам приедут опять туристы. То есть, ну все равно, Минск до сих пор принимает туристов, границы наши не закрыты. То есть, за последний месяц, насколько я помню, по безвизу у нас посетило 500 человек. То есть, за прошлый год по безвизу в национальный аэропорт прилетело больше 150 тысяч туристов. В основном, первая пятерка, в основном, это были туристы из Германии, Италии, Польши, Великобритании. То есть... Ну что, ждем, ждем туристов, ждем. Да, но Минску есть что показать на эту тему. В конце нашей программы хочу вернуться ко встрече президента с главой Минска и коснуться темы избирательного законодательства. Вот и так Анатолий Сивак подчеркнул, что в Минске есть определенные места, где можно проводить сбор подписей. И не стоит их, он сказал, путать с местами для проведения митингов и собраний. К сожалению, сказал мэр, в Минске фиксируются факты, когда цель собравшихся не сбор подписей в рамках президентской предвыборной кампании, а провоцирование беспорядков. Ну, друзья, никто не претендует на ваше право ставить подписи, естественно, голосовать, но, не знаю, не переходите черту закона и будьте мудрее, не поддавайтесь ни на какие провокации. Тем более, что впереди лето, и Минск ждет туристов, а не каких-то ожесточенных схваток. Спасибо всем за эфир. Друзья, я напомню, программа была «Говорит и показывает Минск» сегодня в роли ведущих Дмитрия Портона, Леся Винник, за звукорежиссерским пультом Виталий Мулиновский. И сегодня у нас в гостях был руководитель информационно-туристического центра «Минск» Алексей Юрьевич Русакевич. Мы подводили итоги уходящей недели. Сразу после радиоэфира вы сможете увидеть видеоверсию нашего разговора на портале minsknews.by и также на нашем YouTube-канале «Минск News». Всего вам самого доброго и до свидания.